Добрый день, уважаемые коллеги! Рада вас приветствовать. Меня зовут Кузнецова Надежда Михайловна. Мы с коллегами подготовили этот вебинар в рамках образовательной программы Хакатона по развитию территории Псковской области. Цель проведения Хакатона – разработка паспортов проектов в сфере креативных индустрий, направленных на развитие населенных пунктов Псковской области и способствующих сокращению оттока молодежи в подготовке проекта заявок на участие в федеральных и региональных грантовых конкурсах. Образовательная программа Хакатона объединяет онлайн-вебинары и консультации с очными интенсивами в Великих Луках и Пскове с 11 по 15 декабря пройдут эти очные интенсивы. Государственный заказчик Хакатона – комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области, а организатор Хакатона, как собственно этого вебинара, Центр современных образовательных технологий при поддержке проектов Библиошкола и Директ-Академия. Ну, это вот такое коротенькое введение, откуда наш семинар вырос, но я-то хотела бы добавить, для кого он в первую очередь. Этот вебинар для тех, кто планирует участвовать в конкурсе на получение президентских грантов. Собственно, фонд президентских грантов существует с апреля 2017 года и является оператором государственной поддержки некоммерческих организаций в Российской Федерации. Основная задача фонда – это организация конкурсов на выделение грантов президента Российской Федерации для реализации социально значимых проектов. Я это подчеркиваю, социально значимых проектов, об этом мы и ниже тоже будем говорить. Фонд принимает проекты на конкурсы два раза в год – 1 февраля и с 1 сентября. Но бывают такие поводы, когда проходят дополнительные специальные конкурсы фонда. Такие конкурсы состоялись в 2020 году в связи с пандемией и в 2021 году в связи с присоединением к Российской Федерации новых территорий, которым нужна была большая-большая и до сих пор нужна большая-большая поддержка. Я вернусь еще на один слайд, чтобы показать… А почему-то не видно у меня заголовочка и весь экран почему-то. Ну хорошо, и ниже будет это видно, покажу. Итак, слайд… Вам видно полностью слайд? У меня почему-то он не весь транслируется. Слайд называется «С чего начать?» На сайте фонда президентских грантов с очень простым адресом, по-русски «Президентские гранты РФ». Посмотрите, пожалуйста, вот это основной сайт. Опубликованы все документы, касающиеся конкурса президентских грантов. И для того, чтобы участвовать в конкурсе, в первую очередь надо эти документы изучить. Основной документ, который издается перед каждым конкурсом, это положение о конкурсе. Вот здесь представлен скриншот, кусочка положения, а только что закончившимся конкурсе еще победители даже не объявлены, они в январе будут объявлены. Первый конкурс 24-го года. Он начинается в 23-м году, а победители объявляются в январе. Проекты, выигравшие на конкурс, стартуют с 1 февраля 24-го года. В положение, почему его, собственно, не только участникам конкурса, или, может быть, участникам, которые уже не в первый раз в конкурсе участвуют, всегда нужно читать свежее положение о конкурсе, предназначенное для данного конкурса. Потому что иногда в положение вносятся, хоть и незначительные, но все-таки некоторые изменения. Второй наиважнейший документ, особенно для тех, кто еще не участвовал в конкурсе, или участвовал, но не выиграл, это методические рекомендации по подготовке заявки на участие в конкурсе. И также эти методические рекомендации, как правило, к каждому конкурсу обновляются. Мы о них чуть ниже, об этих методических рекомендациях, поговорим чуть подробнее. Но самый главный ресурс для тех, кто начинает, это дистанционный базовый онлайн-курс «Социальное проектирование», который в свободном доступе размещен на сайте фонда президентских грантов. Итак, вот я считаю, что такие заявки иногда встречаются, раз в конкурсе участвовала, не победила, что-то там подрихтовали, поизменили, второй раз опять не победила. Когда начинаешь добираться до причин, то оказывается, что данные заявители не дали себе труда ознакомиться с этим базовым онлайн-курсом по подготовке заявок на конкурс. А это очень подробный, очень такой глубокий курс по подготовке заявок. Он состоит из трёх модулей. Собственно, в первом модуле рассматривается суть проекта, а самое главное, формируется чёткое понимание, что такое социальное проектирование, что такое социальный проект, чем он отличается от других проектов, какие особенности у него и какие аспекты должны быть в нём отражены. То есть всё о социальном проектировании с теоретической точки зрения. Здесь рассматриваются такие вопросы, как формулирование социальной проблемы, на решение которой направлен проект, и каким результатом приведёт решение этой проблемы в ходе реализации проекта. А второй модуль показывает, как реализуется проект, то есть механизм реализации проекта. Здесь показано, как должны быть сформулированы цели задачи, комплекс мероприятий и, собственно, ожидаемые результаты, каким образом все эти компоненты заявки должны быть связаны между собой и представлять собой единое целое. Очень важный третий модуль программы, где мы прогнозируем те ресурсы, которые могут и должны быть задействованы в проекте для успешной его реализации. В результате того, что вот когда слушатель, когда будущий участник конкурса проходит этот курс, он получает и практические знания о том, как разработать социальный проект. Он научится рассматривать ту или иную проблему с точки зрения социальной её значимости. Он овладеет практическими навыками социального проектирования, но самое главное, в результате прохождения курса он получит готовый документ с описанием проекта, который станет основой заявки на конкурс. Обучение проходит полностью онлайн. Все видеоуроки записаны, разработаны практические задания, разработаны контрольно-измерительные материалы, и таким образом складывается системная работа над документом, который называется социальный проект. И еще раз, если мы вернемся на слайд, с чего начать, нужно изучить конкурсную документацию, изучить методические материалы, методические рекомендации по подготовке заявок. Но самым действенным инструментом является обучение на дистанционном курсе, нужно пройти базовый курс, социальное проектирование. Еще не показала один бонус, который всем слушателям курсов, успешно закончившим его, предоставляется. Они получают бонус к закрытому разделу сайта, который называется «Мой проект». Это чек-лист по самопроверке проекта. Я сегодня об этом буду говорить и покажу еще один способ самопроверки подготовленного проекта. Итак, на этом слайде представлены грантовые направления, которые рассматриваются фондом президентских грантов, по каким направлениям эти проекты принимаются. Очень важным документом, о котором я уже говорила, и я, наверное, сейчас с ним поработаю, является положение. Так, а может быть, я сейчас... Подождите. Может быть, я как-то тут попробую. Ага, вот оно. Все, сейчас вернемся на презентацию. Наверное, все будет хорошо. Я сама испортила экран. О, конечно, спасибо большое. Итак, грантовые направления. Их 11. Их было больше в первых конкурсах, когда мы только начинали. Ну, часть направления, особенно касающиеся культурных инициатив, выделена в отдельный проект, который называется «Отдельная организация». Создана это президентский фонд культурных инициатив, президентский конкурс на поддержку проектов по культурным инициативам. То есть эти грантовые направления из фонда президентских грантов ушли. Тем проектом руководит Министерство культуры. Но надо отдать должное фонду президентских грантов. Полностью вся документация, технология проведения конкурсов, технология экспертизы конкурсных заявок передана в фонд культурных инициатив. Поэтому бывает так, что люди путают фонд президентских грантов и фонд культурных инициатив. Это разные проекты. Здесь социальные проекты, там проекты, связанные с развитием культуры. Обслуживание и социальная поддержка и защита граждан – первое направление, которое рассматривается фондом. Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни. Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Вот очень интересное направление – поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, и дальше страшно написано, предусмотренные статьей такой-то, федерального закона такого-то. Но если позаклинуть на эту статью, то это поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. То есть, если организация занимается социально ориентированной деятельностью, то она может участвовать в конкурсе фонда президентских грантов и представлять проект в этой, в четвертой номинации. Но надо сказать, почему-то в этой номинации, как правило, немного заявок на конкурс. Очень такое массовое грантовое направление – это поддержка проектов в области науки, образования и просвещения. Сохранение исторической памяти – интересное направление. Защита прав и свобод человека и гражданина. Охрана окружающей среды и защита животных. Очень много тоже проектов рассматривается в этом направлении. Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия. Развитие общественной дипломатии, поддержка соотечественников за рубежом. И проекты, относящиеся к развитию гражданского общества. Это грантовое направление. Но в грантовых направлениях, каждое грантовое направление включает в себя еще и тематические направления. Вот давайте заглянем в положение о конкурсе и посмотрим, какие же... Какие же... Какие же... Вот как раз. Давайте посмотрим. Поддержка проектов в области науки, образования и просвещения. Это грантовое направление. А теперь посмотрим, какие тематические направления это большое направление включает. Это апробация и развитие инновационных образовательных подходов и практик. Развитие эффективных способов повышения квалификации педагогических работников и управления в сфере образования. Поддержка конкурсов и других мероприятий, направленных на раскрытие педагогического мастерства педагогических работников. Прошу прощения. Содействие повышения мотивации людей к обучению и развитию. Содействие повышению качества образования. Содействие получению профессионального образования. И многие-многие другие. Еще целая страница тематических направлений. Я к чему веду? Поскольку направление, грантовое направление, сформулированное достаточно, ну так, обобщенно, то чтобы выбрать, в каком грантовом направлении ваш проект разрабатывается, обращать нужно внимание на примерную тематику направлений. И тогда будет легче определиться и с темой проекта, и, собственно, с тем направлением, в конкурсе которого вы будете участвовать. Итак, что представляет из себя заявка на конкурс? Сразу забегая вперед скажу, что подготовка заявки – это тоже особая технология, которая разработана Фондом президентских грантов. На сайте Фонда президентских грантов в разделе «Конкурсные документации» для свободного скачивания предоставлен файл, вордовский файл формы заявки. И, собственно, вот, собственно, с вордом мы в этом месте и заканчиваем. Поскольку все заявки на конкурс президентских грантов подаются только в электронном виде. Вся документация только в электронном виде, никакой бумаги в этом конкурсе нет. То есть, если участник решил участвовать в конкурсе, он подает заявку на сайте, и после того, как он там зарегистрируется, ему открывается личный кабинет. А в личном кабинете все, что нужно для подачи заявки. Я сегодня покажу эти кусочки чуть ниже. Сейчас мы рассмотрим структуру заявки. Что отображается в заявке на получение гранта президента Российской Федерации? Итак, определяется грантовое направление. Мы сейчас только о них говорили. Определяется тематика грантового направления. Ну и отсюда сразу вытекает название проекта, на реализацию которого запрашивается грант. Обратите внимание, что звездочками на слайде отмечены те пункты, заполнение которых обязательным является. И вот если грантовое направление обязательный пункт, то тематика грантового направления не обязательна. Хотя я бы очень рекомендовала прямо здесь все-таки с этим определяться, поскольку более точно мы определим цель проекта и его направление. Следующий очень важный пункт в структуре заявки это краткое описание проекта. Там определено количество знаков, всего 3000 знаков. И надо очень емко, лаконично, но очень полно отобразить то, на что направлен проект. Его цели, технологии его реализации, прогнозируемые результаты, все в этом коротком тексте должно быть отражено. Но фонд президентских грантов очень лоялен к своим участникам. Поэтому если вы не укладываетесь в эти 3000 знаков, то вам предоставляется возможность прикрепить файл с полным описанием проекта. Эксперты, в скобках говоря, очень любят, когда заявители показывают полное описание проекта, тогда понятно, что проект проработан очень и очень хорошо. Следующий пункт заявки это география проекта. Определяется территория, на которой будут проходить мероприятия проекта. И тут буду сразу указывать на ошибки, которые делают заявители. Пишут география проекта Российская Федерация. А проекты реализуются, ну, в каком-нибудь поселке на территории какой-то области. Да, это Российская Федерация, но не вся же Российская Федерация. Если в проекте участвует несколько территорий, таких проектов много, межрегиональные проекты, или привлечения партнеров из других регионов, то обязательно нужно прикреплять к заявке письма поддержки или соглашения сотрудничества с этими территориями. То есть любое слово в заявке должно быть подтверждено. Ну, дальше указываются даты, начало и окончание проекта и определяются целевые группы. Что значит целевые группы? На какую аудиторию направлен проект? То есть кому от реализации проекта станет лучше? И здесь, чем более четко определена целевая группа, тем более четко будут определены и результаты, спрогнозированные результаты проекта. Чрезвычайно важен восьмой пункт в первой части заявки. Это описание проблемы целевые группы и обоснование социальной значимости проекта. Я чуть ниже покажу критерии оценивания проекта, и вы увидите, какой это дорогой пункт. Потому что очень важно, чтобы было четко и понятно обозначена проблема, на решение которой направлен проект, показаны пути ее решения и спрогнозирован социальный эффект от реализации проекта. Это трудный пункт. Очень хорошо в методических рекомендациях он раскрыт, как с ним работать. Очень хорошо в курсе социального проектирования об этом и подробно говорится. Потому что просто так неподготовленному участнику вряд ли отлично, возможно, описать этот пункт. Формулируется цель проекта, хотя в заявке там в формате написано цели проекта. Но вообще говоря, кто занимается проектированием, проектными технологиями, наверняка знают, что цель должна быть одна, четко сформулированная. А задачи должны указывать пути достижения этой цели. Поэтому задачи, как правило, формулируются, начиная с глагола действия. То есть что нужно сделать? Рассмотреть, изучить, построить и так далее. Тогда цель и задачи проекта это действительно то целое, которое приводит к ожидаемым результатам. Очень важный пункт заявки, когда формулируются количественные и качественные результаты проекта и способы их измерения. И вот тут тоже очень обидно бывает, когда очень хороший проект, но абсолютно бездоказательно сформулированы результаты проекта. Ну, допустим, автор пишет «Повышение эффективности управления образовательной организацией в цели». А в качественных результатах пишет «Повысилась эффективность». А как он это зафиксировал? Как он это решил? Какими критериями определил? Вот эти вещи остаются за скобками, и поэтому такое заявление голословное понятно, никак не оценивается или оценивается очень низко. Важным элементом социального проекта являются партнеры проекта. Кто привлекается для реализации проекта и какими ресурсами, чуть ниже об этом скажем. Важным пунктом является также, как люди узнают об этом проекте, как подключиться к мероприятиям этого проекта, как он будет в дальнейшем развиваться и каковы источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем. Это только первый раздел заявки. Второй раздел заявки и последующие разделы тоже очень важные. Представляется руководитель проекта со всеми его регалиями и опытом работы. В третьем разделе представляется команда проекта. И тут очень важно, вот тоже подчеркну, это оценивается определенными баллами, что каждому члену команды определена роль и четко сформулированы его задачи в проекте. Что он делает, за что отвечает и какую ответственность несет. Можно прекрасно описать члена команды, все его великолепный опыт, предоставить отзывы, какой он хороший специалист, но чем он в проекте занимается, остается из этого всего неясным. И тогда этот критерий опять оценивается низко. Хорошо нужно представить и организацию заявителя. Самыми главными элементами этого представления являются информационная открытость этой организации. То есть у организации есть сайт, на котором вся информация о деятельности этой организации. Организация представлена в социальных сетях для связи со своими пользователями. Представлен проектный опыт организации. Здесь тоже сделаю маленькое замечание. Если организация недавно создана, понятно, она не может представить какие-то реализованные проекты значимые. Но в команде проекта есть люди, которые имеют богатейший опыт проектной деятельности, и это тоже зачитывается и в оценке организации в том числе. Календарный план о нем чуть ниже скажем и о бюджете проекта тоже, скажем, чуть-чуть ниже. Это я говорила о форме заявки. Давайте в нее заглянем. Итак, как уже сказала, это вордовский документ, который можно скачать с сайта фонда президентских грантов. И сначала вы работаете именно в этом документе. Это очень удобно. Если распределенная команда проекта, его можно разместить там в Google документах для совместного пользования, ну, где угодно. И только когда заявка будет отработана во всех деталях, в эту информацию загружаете на фонд, на сайт фонда. Вот если переключимся... Я, наверное, в следующем слайдике показала. А, нет. Нет. Итак, форма заявки. Все поля, там ниже мы увидим примеры, как это выглядит на сайте. И то, что я сейчас перечислила, вот они все направления, все пункты, но, самое главное, на что нужно обратить внимание, и за это тоже большое спасибо сотрудникам фонда, что под каждым пунктом, что называется мелким почерком, даются рекомендации, как запомнить этот пункт правильно. Можно не возвращаться к методическим рекомендациям при заполнении заявки. Все рекомендации даются прямо в шаблоне заявки. Понятно, их не будет, когда вы будете заполнять заявку в электронном виде, а вот здесь все это есть. И это очень и очень важно и очень облегчает работу. Ну, например, вот описание проблемы целевой группы, о чем мы с вами уже говорили, да, что это очень важный критерий. Не более 5000 символов этот текст должен состоять. Но здесь должно быть отражено, каких людей касается проблемы, читайте с экрана, в чем заключается проблема. Привести результаты исследования этой проблемы с конкретными цифрами, указать конкретные цитаты, каких-то статей, публикации в средствах массовой информации, приложить документы, подтверждающие наличие проблемы. Там есть такая возможность. То есть под каждым пунктом в шаблоне заявки даются рекомендации по правильному ее заполнению. Иногда задают вопросам, как бы найти консультанта для заполнения заявки. Не нужен он в фонде президента «Сусский грант», потому что не только специальные документы опубликованы на сайте, но еще в каждой форме сразу даются подсказки, как это сделать правильно. То есть это просто надо очень внимательно читать тексты везде, где бы они ни были написаны. Тогда заявка получится грамотной и, собственно, победит, наверное, в конкурсе. Ну, а теперь о критериях, что тоже очень важно. Критериев 10. И каждый из них оценивается от 0 до 10 баллов. То есть максимальное количество баллов, полученных на конкурсе, может быть 100. Казалось бы, но это не так. Больше гораздо. Потому что каждый критерий имеет коэффициент значимости. Коэффициенты значимости критерия указаны в положении о конкурсе. И если посмотреть внимательно вот на эту табличку в правом углу экрана, то вы увидите, что наиболее дорогими с большими коэффициентами значимости являются первые критерии актуальность и социальная значимость проекта, о чем я сегодня уже не раз сказала. Четвертый критерий, потому что здесь анализируется соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых результатов. Адекватность и измеримость таких результатов, об этом тоже уже сказали чуть позже. И понятно, бюджет, то, что касается денег, это критерий тоже с большой значимостью, с большим коэффициентом значимости. Теперь, на каждом конкурсе устанавливаются проходные баллы. Их количество зависит от суммы запрашиваемых грантов. Вот здесь я привела до слайда проходные баллы последнего конкурса, который только-только вот закончился, как я сказала. Если заявители запрашивают поддержку фонда грант до 1 миллиона рублей, то нужно набрать 63 балла, ну и так далее. Вы здесь это видите. Еще раз. Такая табличка публикуется перед каждым конкурсом. Эти цифры могут от конкурса к конкурсу меняться. Ну давайте мы заглянем сейчас вот куда. Как оцениваются, еще раз, каждый из критериев. Есть такой документ. Сейчас я... Вот он, да? У меня отложен. Собственно, он предназначен для экспертов конкурса. Но он опубликован на сайте фонда президентских грантов в свободном доступе. И вот здесь, помните, я говорила чуть выше, что есть такой закрытый чек-лист, как бонус дается просто прохождение конкурса социального проектирования. Но если воспользоваться вот этим документом, то такую самопроверку тоже можно себе организовать. Ну, во-первых, здесь указаны, как разделяются баллы. А дальше по каждому критерию очень четко описано, сколько баллов ставить за ту или иную работу. Ну, вот, например, актуальность и социальная значимость проекта. Вот 9-10 баллов ставится в том случае, ну, если все представлено и описано. Ну, и так дальше. Очень рекомендую этот документ найти в конкурсной документации. И когда вы подготовите заявку, очень внимательно самооценку провести. И может быть, вы увидите какие-то недочеты и вовремя все доработаете. И тогда оценка вашего труда будет выше. Ну, идем дальше. И так, как мы видели, очень дорогим критерием является первый критерий обоснования актуальности и социальной значимости проекта. Первое, что здесь нужно доказать, что есть такая социальная проблема и четко ее сформулировать. Иногда люди пишут, пишут, вот, и тут проблема, и тут плохо. А четкой формулировке вот одним предложением проблема состоит в том-то. И доказать ее масштаб и серьезность. Даже, может быть, прибегнуть к таким формулировкам. «Если это не сделать, то будет то-то, то-то. А если это сделать, то будет вот то-то». То есть, вот такие очень простые доказательства, они очень хорошо воспринимаются. Это говорит о том, что заявитель действительно глубоко осознал проблему и действительно знает, как ее решить. Как я уже выше сказала, каждое слово в заявке должно быть подтверждено. В данном случае социальная значимость проблемы подтверждается статистическими данными, которые в свободном доступе тоже публикуются, статьями, публикациями ученых, может быть, публикациями из средств массовой информации, где эта проблема ставится и обозначается, социологическими исследованиями, которые многие проводят, а еще очень ценится при оценке заявки. Если заявитель проводит собственное исследование на данной территории, что такая проблема существует, прошу прощения, ошибка заявителей, как правило, в следующем. пишут, мы провели собственное исследование и доказали наличие проблемы. Вот то-то и то-то, плохо это надо решать. А как проводили? Анкетирование проводили? Приложите анкету, которую вы раздавали или опубликовали в сети интернет. Какие результаты дало анкетирование? Как люди ответили на тот или иной вопрос? И если такие документы будут приложены, то значит собственное исследование действительно проведено. Ну, надо обратить внимание еще на второй и четвертый критерии, где говорится о логической связности проекта и результатах. Я об этом тоже выше сказала, что результаты должны быть четко сформулированы и показаны, как они будут замерены. Пишут, допустим, заявители, наш ролик посмотрит 10 тысяч человек и не пишут, как они определяют эти 10 тысяч человек. Или повысится культура там общения подростков. А как вы это зафиксируете? Какими исследованиями, если это качественный результат? Это тоже надо показывать и обязательно указывать, иначе такая формулировка просто получает очень и очень низкие баллы. Календарный план тоже очень важный элемент заявки. Дело в том, что календарный план он напрямую связан с задачами проекта. И вообще хорошим тоном считается, что на решение одной задачи проекта предлагается несколько мероприятий. Но как бы это нехорошо, когда сформулировано пять задач и пять мероприятий. И причем если мероприятия эти как следует не описаны, то непонятно, будет решена эта задача или не будет. А если непонятно, будет ли решена задача, значит непонятно, будет ли достигнута цель проекта. Поэтому это очень важный элемент заявки. Очень подробно в методических рекомендациях рассматривается этот элемент и очень и очень рекомендую внимательно к этому относиться. Бюджет проекта, как мы уже говорили, это тоже там, где о деньгах, там всегда важно. и так в бюджете проекта указываются две суммы. И они суммируются. Это та сумма, которая есть у организации или у ее партнеров. Она называется финансирование. В качестве финансирования могут быть необязательно деньги. Оборудование, которое есть у организации, может быть использовано для реализации проекта. труд волонтеров, он тоже может показан в качестве финансирования. Помещения, в конце концов, которые используются для проведения мероприятий. Или партнеры письмо вам дают, что для проведения такой-то конференции мы предоставим зал бесплатно. А вообще этот зал на аренду стоит такую-то сумму. Это тоже сумма софинансирования. И сколько денег вы запрашиваете на то или иное на ту или иную статью расходов. А статьи расходов здесь перечислены, на что можно деньги гранта тратить. Это оплата труда, это командировочные расходы, офисные расходы, приобретение или аренда специализированного оборудования, разработка и поддержка сайтов, оплата юридических, информационно-консультационных, услуг, расходы на проведение мероприятий. Тут может быть и аренда, и кофебрейки, оплата спикеров и много чего может быть. В методических рекомендациях все эти пункты расписаны. Издательские и полиграфические услуги, ну и прочие прямые расходы, которые необходимы для достижения цели проекта. но вот это специально скопировала из реальной заявки. Повторяла уже и здесь особенно повторю. Каждый рубль должен быть обоснован. Каждое ваше заявление в заявке должно быть подтверждено документально или ссылками на какие-то документы. Вот так выглядит электронная форма заявки на сайте. Вы пишете вот в разделе оплата труда, что вы нанимаете бухгалтера проекта, да, устанавливаете ему заработную плату в месяц на 5 месяцев, умножаете и показываете сколько вы запрашиваете. А почему именно такую зарплату вы установили? не другую. И вот здесь в комментариях в каждой строке бюджета проекта необходимо аргументировать эту цифру. В данном случае авторы аргументируют ее, сопровождают грант за основу взятую, взята модальная зарплата бухгалтера по Кемеровской области. Такие цифры есть на любом сайте, в любой территории, на сайте Министерства экономического развития, стат управления, средние зарплаты по региону, они все опубликованы. Поэтому вот это очень хорошая ссылка. И она доказывает, что действительно вот такая зарплата в этом регионе у бухгалтера. Будет он работать 5 месяцев, и поэтому вот столько денег нужно заложить в проект, чтобы оплатить его работу. Точно так же, если мы подтверждаем, ну, допустим, закупку компьютера, мы даем ссылку, ну, допустим, на маркетплейс какой-то, или на фирму компьютерную, где они продаются, где указана цена этого компьютера. Большая ошибка заявителей, что если они указывают технику, которая есть в организации в части софинансирования, и дают начальную цену оборудования без учета его амортизации. Так вот, обязательно, ну, это надо к бухгалтерам обращаться, любая бухгалтерия, любой организации, каждый год амортизационный коэффициент рассчитывается для каждой единицы оборудования. И именно тут цену показывать софинансирование. Ну, собственно, я обо всем этом уже сказала, в презентации прочитайте, здесь основные тезисы того, что я сказала, сформулированы. Софинансирование тоже мы проговорили с вами, что оно может быть как из собственных средств организации, так и ресурсы, которые привлекаются за счет партнеров. Ошибка такая, организация показывает заявки, что ее доходы за предыдущий год равны нулю. А в комментариях к статьям софинансирования в бюджете пишут за счет собственных средств организации. Откуда они, средства заявили, если у вас доходы нулю. Поэтому вот тут тоже очень внимательно надо смотреть. Конечно, такие ошибки, они наказываются баллами очень и очень сильно. В смысле понижением баллов за оценку этого критерия. А он очень и очень важный. Так, об этом я сказала уже и даже показала. Вот здесь показано еще разочек этот момент, что очень рекомендую к этому документу обратиться. Ссылка на него на этом слайде есть. И еще самое, вот, наверное, свежее и самое главное. Уже в третий раз фонд президентских грантов будет проводить обучающий онлайн марафон по подготовке заявок. Два раза вот провели в прошлом году и очень хорошие результаты такой марафон дал. Он состоится с 16 января по 5 марта 2024 года. То есть на этом марафоне будут готовиться заявки для подачи. Видели, там я показывала, что прием заявок 1 марта стартует. Что, значит, до 17 декабря принимаются заявки для того, чтобы вы включились в этот марафон. Пожалуйста, обратите на это внимание, кто собирается подавать заявки на следующий конкурс. Что показывает практика? Здесь написано ссылка дана. Вот она ссылка, где все документы этого марафона. Много чему научат на этом марафоне. В результате прохождения этого марафона появляется не просто проект, а заполненная заявка под наблюдением консультантов фонда. Как показала практика, хоть и недавняя, проекты участников марафона гораздо чаще становятся победителями конкурса. Я желаю вам успехов, прошу прощения за свое горло. Оно неожиданно заболело, но я не могла отменить семинар и встречу с вами. Поэтому спасибо, что вы это все потерпели. На ваши вопросы с удовольствием отвечу. Спасибо. Продолжение следует...